Участники, я хотел бы ответить на вопросы, которые здесь поступили в президиум. Здесь задают вопрос, почему о создании партии «Ашов» узнали через прессу, а не через членов полиции РФК, доноса Баймена и других. Это первый вопрос. Я так понимаю, что этот вопрос волнует многих. Я коротко скажу позицию по этому поводу. Модель Буржан Миркалеева говорила, что в 1989 году было создано движение, и целью движения было закрыть Зипалатинский ядерный полигон. И здесь объединились все силы на тот момент. И если бы, наверное, в то время не было только одной компартии, и в то время была только одна компартия, наверное, бы все компартии, все движения работали бы над этой целью. Эта цель была, конечно, достигнута. Я хочу сказать, что над этой задачей работают все силы страны. Так вот, если говорить о движении ДВК, это тоже такое же движение, похоже на Невада Семей, у которого известны цели, которые были озвучены в политической платформе. И я хочу сказать, что именно эти принципы, они объединяют все демократические силы Казахстана, и они же объединили все демократические силы Казахстана 19 января, когда было совместное совещание. Я хочу коротко их осветить, чтобы было понятно. Если в 89-м году была простая, ясная цель, которая была наиболее острая на тот момент, это закрытие ядерного полигона, то сейчас уже наше общество находится более в качественном состоянии. И, например, такие проблемы, я хотел бы сказать, которые мы должны решать. Это выборы Акимов всех уровней, независимость судебной системы, независимость средств массовой информации, независимость избирательной системы. Мы говорим о том, что власть оторвалась от народа. И это выражается в том, что на всех уровнях, все уровни Акимов, они фактически не смотрят на народ, не слушают народ, а это потому, что их народ не избирает. Эта проблема касается всех, и коммунистов, и поколенцев, и Народный конгресс Казахстана, наконец, Азамат. Это все партии. Именно поэтому, вот, эта цель, скажем, является целью всех, кто находится в этом зале, и объединены в полицовете. Независимость судебной системы, тоже понятно. Многие из вас, наверное, страдают от нашей судебной системы. И только тогда, когда она будет зависеть не от прямого, кто-то назначает, а от людей, которые выбирают, тогда мы, наверное, можем быть уверены в завтрашнем дне. Это тоже нас объединяет. Независимость средств массовой информации, здесь тоже было очень много выступлений, здесь тоже все понятно. Избирательная система, независимость, избирательной системы. Это позволяет нам избрать реальных депутатов, независимых депутатов, которые будут отражать наше мнение и защищать наши интересы. Вот простые вещи, которые всех нас объединяет, независимо от того, каких взглядов мы придерживаемся. Абсолютно любых взглядов мы, наверное, придерживаемся, но это базовые вещи. Когда мы эти принципы реализуем, для этого мы все объединились здесь, тогда, наверное, мы можем говорить, что мы можем свободно изъявлять свое мнение, свободно собираться. Я вот просто хотел бы сказать, что сегодняшняя конференция состоялась здесь, и организаторы знали всего буквально два человека за полчаса, что это будет именно здесь. Потому что мы знали, что будет выключать свет, здесь будет нам мешать и так далее. О какой мы демократии, свободе говорим, о какой дальнейшей партийной партии мы можем говорить, если не решаются такие простые вещи. Сначала мы должны добиться гражданских свобод, чтобы затем свободно выражать свои взгляды, те или иные, или другие. Так вот, я что хочу сказать. Некоторые члены движения ДВК, они создали партию «Акжел». У них, наверное, будет опубликована платформа, они обещают ее опубликовать 6 марта. Я хочу сказать, что на ваших глазах происходит сегодня процесс объединения разных сил, когда различные партии вступают в ДВК, становятся членами полицовета. И они, при том всем, являются членами партии и членами ДВК. И мы не возражаем, чтобы внутри ДВК присутствовали разные партии, создавались разные партии. И мне кажется, к этому нужно относиться нормально. Я хочу сказать, что эти люди, эти граждане, которые заявили о своей позиции в ноябре, они выполнили свой большой гражданский долг. Они потеряли свои рабочие места, были министрами, вице-примерами. И я прошу присутствовать здесь, не делить на белых и черных, на красных, на зеленых. Все, наверное, не так все однозначно. Черное и белое. Все сложнее. И это тот факт, что мы сегодня сидим в этом зале совершенно разными взглядами говорит об этом. Вот это моя позиция. И поэтому я хочу пожелать им, организаторам партии АКЖОВ, чтобы те программные цели, которые они наметили, они реализовывали. Я считаю их союзниками, стратегическими союзниками. Вопрос тактики. Кто-то острее двигается, более радикально скажет, кто-то менее радикально. Но самое главное, я считаю, они свой выбор сделали. Спасибо. Уважаемые участники конференции, я бы хотел также ответить на вопросы, которые поступили к нам в приезду. Ну, вначале разрешите мне добавить несколько слов буквально к тому, что сказал мой коллега Мухтар Аблязов. Это касается членов партии АКЖОВ, членов полицовета, которые, к сожалению, сегодня здесь не присутствуют. Вопрос стоял так. Почему они вас не пригласили в свою партию? Они пригласили в партию, но уже как бы постфактум, после события. Лично я высказался против вступления, либо создания какой-либо партии сейчас на этом этапе. Поскольку считаю, что наша миссия, наша цель на сегодняшнем этапе, всем вместе, создав это движение, народное движение, если хотите, создав народный фронт, всем вместе двигаться, всем партиям, всем объединениям, какие есть. А сейчас создавать там отдельные партии, их у нас и так уже там 200 или 300, сколько там. Сейчас не время. Наступит время, мы будем создавать эту партию. Вот такой мой ответ на этот вопрос. А что касается... Что касается членов полицовета, сегодня из того состава, который первоначально был избран, в количестве 11 человек, один выбыл по предложению, мы его исключили из состава полицовета, поскольку он занял государственный пост. Остальные все остаются в составе полицовета, и мы надеемся, что вместе мы будем работать. Все вместе, все фланги, все движения, все партии, которые входят в наше общее объединение. Это первое. Второе. Здесь поступила записка какого содержания? Серьезная партия в Казахстане обязана определиться в отношении к России. Поэтому вопросы, какова геополитическая ориентация ДВК? Россия, США, Востоке или другие? И подобного рода вопросы предлагается, как понял, включить в рассмотрение нашего движения. Я согласен. Это очень важный вопрос, поскольку мы являемся не только полиэтническим государством, но мы также имеем серьезные отношения с Россией и с другими державами нашего мира. Поэтому здесь к этому этот вопрос, а также что сегодня прозвучало в выступлениях Астабетов Кожахметова относительно системы образования в нашем государстве. То, что прозвучало относительно относительно нашего отношения к религии, были другие предложения. Я предлагаю сейчас ограничиться тем, что мы рассмотрели по нашей политической платформе. В принципе, по уставу нашим основным документом является программа. Политическая платформа является неким таким объединительным, первичным документом. И вот платформа достаточно кратко изложила. Она не смогла охватить все стороны жизни нашего общества. Все проблемы социально-экономическ характера, которые у нас сегодня есть. Поэтому мое предложение заключается в том, чтобы вот с учетом этих предложений, пожеланий, а также с учетом других наработок подготовить и предложить нашему движению, а соответственно населению, народу нашей республики целостную программу нашего движения. И эту программу принять на очередной конференции нашего движения. С тем, чтобы не сейчас вот так вот сходу решать такие очень важные вопросы, а так вот, чтобы подойти к этому системно, научно, потому что эти вопросы достаточно важные. Такое предложение я выношу и в отношении других вопросов, которые сегодня у нас поступали и рассматривались. Спасибо. Уважаемые участники конференции, разрешите мне для защитки заявления участников конференции слово предоставить Заверюши Макталовы. Заявление участников первой общей конференции общественного объединения демократический выбор Казахстана. Общественное объединение демократический выбор Казахстана, созданное в ноябре 2001 года, с первых же дней своего существования, открыто и честно сказала людям о положении дел в стране и выразила твердую убежденность в необходимости решительных демократических преобразований. Позиция демократического выбора сразу же получила широкую поддержку самых разных слоев нашего общества. Тем не менее, несмотря на одобрение людей, несмотря на то, что позиция демократического выбора целиком и полностью согласуется с правовыми нормами и законами Республики Казахстан, а цели движения демократического выбора не противоречат Конституции страны, деятельность движения вызвала резко-отрицательную реакцию со стороны официальной власти, породила ее открытое противодействие вновь образованному общественному объединению. Это противодействие выразилось незаконным увольнением всех учредителей демократического выбора Казахстана с государственной службы, в последующем преследовании лидеров и активистов демвыбора, в гонениях на средства массовой информации, которые объективно информировали людей о целях демвыбора и предвзято освещали его деятельность и непредвзято освещали его деятельность. Уже в первой неделе после создания демвыбора по политическим мотивам был изгнан из парламента Республики Казахстан Булат Абилов. По надуманным причинам было заведено уголовное дело на заместителей бывшего Акима Павлодарской области, один из которых активист демвыбора Сергей Горбенко почти месяц провел в заключении и был освобожден только вечером 18 января накануне собрания демократической общественности. Без всяких оснований уголовное дело было заведено также и на самого Галангана Рогьянова, члена полисовета и одного из лидеров демократического выбора. Помимо уголовного преследования члена демократического выбора Казахстана, широкое распространение приобрело использование фискальных и налоговых служб для оказания экономического давления на бизнес-структуры, выразив свою поддержку движению. Буквально первые же дни после образования демвыбора начались массовые проверки предприятий, которые подозревались властяне в лояльности к демвыбору или находились под управлением его участников. Примером такого рода множество. Они у всех на слуху, о них неоднократно сообщали средства массовой информации, на них указывали в своих обращениях на имя главы государства отечественные предприниматели. Все они остались без ответа и сегодня экономическое давление на бизнес еще более усиливается и ужесточается. Происшествие в Алматы 19 января Всеказахстанское собрание демократической общественности, на котором присутствовало более тысячи делегаток из всех регионов республики и в котором приняли участие многие активисты демвыбора, также вызвало резкую негативную реакцию власти. Участники этого собрания были подвергнуты преследованиям и угрозам, а само собрание с самой высокой трибуны было названо политическим балаганом. Все это время идет неприкрытое давление на неподконтрольную официальным властям прессу. А в эти дни положение независимых средств массоинформации стало критическим. На прошедшие недели не вышли газеты «Время Фоя-Республика», под постоянной угрозой закрытия вещает телеканал «Тамп», а в Павлодарской области не прекращается давление на независимую телекомпанию «Эрбис». Все эти факты позволяют сделать только один вывод. Официальная власть открыто стала на путь преследования всех тех, кто не согласен с правящим авторитарным режимом. На совещании Акимов всех уровней состоявшихся в Астане 25 января глава государства публично дал поручение генерального прокурора и республики привлечь к ответственности всех, кто в последнее время критиковал власть и лично президента. Подобные позиции высшего руководства государства означают не только полное отсутствие демократии в стране, но и прямой вызов всему нашему обществу, всему народу Казахстана. Мы, члены общественного объединения «Демократический выбор Казахстана», открыто заявляем «Демократия и свобода» это исторический выбор нашего народа. Это основа нашей независимости и государственного суверенитета. Это залог достойного будущего Казахстана. Мы решительно осуждаем незаконное преследование по политическим мотивам, предпринятые официальной властью против общественного объединения «Демократический выбор Казахстана» и его членов. Наше движение создано для народа и во имя народа. И мы призываем все общество, весь народ сделать свой выбор и присоединиться к нашему движению. Мы призываем всех наших соотечественников, всех, кому дороги идеалы свободы и демократии, всех, кому не безразлично будущее нашего государства, выразить активную поддержку демократическому выбору Казахстана и вступить в его ряды. Я прошу проголосовать за данный текст заявления и опубликовать его в средствах массовой информации. Кто за? Против? Водержался? Нет? Принято единогласно. Уважаемые участники собрания, только что поступило предложение поручить политсовету подготовить проект программы объединения с учетом сегодняшних обсуждений политической платформы и поступивших выступления предложений. Я прошу поставить на голосование проголосовать за, против, воздержался, нет единогласно. Прежде чем продолжить работу, я просил бы руководителей партии движений депутатов в фойе немножко задержаться, есть небольшое объявление. Уважаемые участники конференции, все вопросы спасибо, спасибо за работу, до свидания. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok